А выпускники милицейского лицея Александре или же Алексе Бондаренко в Харькове впервые услышали в 2015 году. Тогда молодой человек дважды отметился в полицейских сводках. В июле остановился в автомобиле с мигалкой посреди дороги у центрального отдела полиции Держинского района и решил облегчить мочевой пузырь. Причем сделал это на глазах бойцов тогда еще спецбатальона Харьков-1. После инцидента в интернете парня окрестили писающий мажор. Неадекватно повел себя Александр Бондаренко и в полицейском участке, увидев, что его снимает журналист одного из харьковских изданий Алексей Битнер. В сентябре 2015 года сотрудники того же спецподразделения снова задержали юношу, когда тот в нетрезвом состоянии угрожал посетителям пистолетом в одном из харьковских кафе. Суд над Алексом Бондаренко длится почти полтора года. Сейчас его обвиняют в хулиганстве. Вже вона находится, можно сказать, на финальной стадии. Залишилось два заседания. Тобто, необходимо еще доследовать материалы криминального проведения и безусловно дебаты. Максимальная санкция статей передбачает обмежение воли. Кроме того, санкция этой статей передбачает покарание в выгляде штрафа, або арешт. Жители Старого Салтова Александра Бондаренко знают давно. У его семьи здесь дача. И о том, как развлекается парень вместе с друзьями, местные готовы рассказывать часами. Одной из жертв компании стала Надежда Новицкая. В январе этого года она оказалась с ребятами в одном кафе. Рассказывает, тогда по неизвестной причине ее избила одна из девушек. По словам Надежды, в момент избиения Александр держал ее за руки. Она продолжала наносить удары уже ногами. Я ничего не могу делать, я не могу ей ни ответить, ни оттолкнуть, потому что Александр держит крепко, он все-таки мужчина. И дело в том, что у меня были ссадины на лице, синяк, небольшой, правда, слава богу, делалось легкими. И синяки по телу, с той стороны, которая наносилась ногами. Он меня держал, обливал пивом. Ну, кроме нецензурной брани, конечно, это все. Непонятно, чем мы как-то им насолили. Александр Абрамченко работает в кафе, в котором часто отдыхает Бондаренко. По его словам, компания периодически наносит ущерб заведению. Например, бьет стекла. Александр говорит, мирные переговоры проблемы не решают. Наверное, раз в две недели на выходных эти молодые люди заезжают в кафе или находятся рядом с ними. Происходят все такие неприятные вещи. Там постоянно работает тревожная кнопка. Ну, я не знаю, статистику я не вел, но приблизительно, наверное, в 80-90% случаев, когда приезжает вот эта компания, срабатывает тревожная кнопка, приезжает охрана. Ну, охрана тоже не панацея. Для жителя старого Салтова Игоря Козлова одна из мартовских пятниц тоже оказалась неудачной. Камера над выходом из кафе зафиксировала, как мужчину бьют по голове. Собрались идти домой. Вышел, подкрыл сигарету, получил голову. Возле кафе. Ну, прямо возле кафе, на площадку. Саша этот подошел и ударил. Конфликтов у меня никаких с ним никогда не было. Ну, как бы, постольку поскольку. Я знаю, что Саша и Саша беспредельщик. Вот, ну. Под зданием поселкового совета возмущенные жители старого Салтова жалуются журналистам. Поведение молодого дачника называют неадекватным. Говорят, особенно непросто приходится жителям улицы Красной, на которой, собственно, и находится дача Бондаренко. Лично я проходила через дорогу, и он стрелял. Он стрелял. Есть человек, которым вот мы стояли по обе стороны, одна по дну, одна, я по другую. Мы не могли перейти. Просто играл. Это у него такие игры. Ну, и все остальное. Его езда на дороге. Неадекватная. Неадекватного человека. Его поведение. Галеком бегать, представлять себя, видеть, звонить и все остальное. Но это об этом знают все. И нас волнуют наши дети, которые не могут вообще выйти. Самое главное и самое страшное, что люди боятся выйти сюда и говорить о чем-то. Некоторые пострадавшие от рук дебошира написали заявление в полицию. Некоторые – нет. Люди не доверяют силовикам. Заявляют, правоохранители бездействуют, а то и вовсе предлагают забрать заявление. В такой ситуации оказался сын Галины Калашник, которого, по словам женщины, несколько лет назад битами избила указанная компания. Он писал заявление. Ну, а потом сказали ему, кто ты, кто они, куда ты будешь писать, что ты будешь делать, что ты будешь добиваться. Все. Я звонила ему, этому мальчику. Он сразу трубку дал своей бабушке. Бабушка мне сказала, что она в этой жизни уже ничего не боится. Обращайтесь куда хотите. Им все позволено, им все можно. Это золотая молодежь делает, что хочет. Уже, конечно, наглости нет предела. По словам старосалтовчану, Александра Бондаренко – влиятельная бабушка, которая якобы работала судьей. Журналисты по телефону связались и с родственницей, и с Александром. Все обвинения в свой адрес парень отрицает. В полиции говорят, первые заявления в адрес Бондаренко поступили лишь в начале апреля. Сейчас открыто уголовное производство по статье «Нанесение легких телесных повреждений», а также по факту порчи имущества. По словам правоохранителей, один из пострадавших по неизвестным причинам от своих обвинений отказался. Сейчас проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, получение которых будет дана правовая оценка действиям данного гражданина. Приглашался в волчанский отдел полиции для дачи показаний, от которых он отказался. Сейчас жители Старого Салтова составили коллективное обращение к поселковому главе с требованием принять меры в отношении дебошира. Свои подписи поставили более 140 человек. Также люди планируют контролировать ход расследования.